Диджеем я стала в юности, была воодушевленной и вечно пьяной. Мне хотелось открывать что-то новое, и я была настоящей бунтаркой. Жизнь диджея не сравнить с жизнью обычного человека. В основном мы работаем всю ночь. Начинаешь в 9 вечера, заканчиваешь в 4 утра. И постоянно находишься в очень шумной среде, общаешься с самыми разными людьми. Со стороны казалось, что у меня удивительная и яркая жизнь. Но почти никто не знал, что это не приносило мне счастья. Этот мир меня почти не радовал. Я интроверт, и такой ритм жизни очень интенсивный и надрывистый. Порой он меня очень утомлял. В то время я впала в депрессию. Я вышла замуж, потому что мне нужна была моральная поддержка. Но я этого не понимала. Любовь и брак оказались совершенно разными вещами. Не думаю, что сразу нашла то, что помогло мне превратиться в настоящую женщину. Я постоянно подпитывала свой эгоизм и твердила о равенстве между мужчиной и женщиной. Я слишком много требовала от мужа. Моя привычка постоянно винить других привела к тому, что наши отношения ухудшились. Противоречия становились все больше. Я переживала, что в обществе сейчас много разводов. Беспокоилась за собственное счастье. Но я не знала, как его сохранить. Я потеряла его, даже не поняв как. Я боялась за свой брак. Неужели и от меня уйдет муж? И очень скоро наша семья действительно оказалась на грани распада. Мне казалось, что это очень жестокий и очень печальный конец. Я прочитала книгу Джуань Фолунь, которую дала подруга. В ней говорилось о совершенствовании по принципам Фолуньгун – истина, доброта и терпение. Мой взгляд на мир и человеческую жизнь изменился. Постепенно я получила ответы на свои вопросы и убрала то, что мне мешало. Раньше, поскольку я никогда не сопоставляла себя с истинной добротой и терпением, то не знала, как стать хорошим человеком. Познакомившись с этим учением, я осознала смысл жизни и поняла, что все испытания и страдания вызваны нашими пристрастиями. Мы злые и потерялись в славе, выгодах и чувствах. Я поняла, что не могу изменить других. Совершенствовать нужно себя. С тех пор наши противоречия в семье постепенно разрешились. И медленно, но верно нам стала сопутствовать удача. Я почувствовала умиротворение. Раньше я ставила себя в центр всего. Но с тех пор, как я стала заниматься Фолуньгун, начала больше думать о других. Захотелось стать традиционной женщиной, скромной, которая всегда остается в тени. Я заметила, что главные качества такой женщины – доброта и мягкость. Вот почему пожилые люди часто говорят, что женщина – основа семейной гармонии. Теперь я каждый день читаю книгу Джуань Фолунь и выполняю пять комплексов упражнений. Это секрет моего счастья. Я верю в принципы истина, доброта и терпение. Думаю, это наши главные ценности.